Продолжаем проходить Дюну 2. По большому счёту, миссия оказалась не намного сложнее, чем предыдущая. Благо, что и Харвестер удалось перекрыть вполне так нормальненько. И Соник Танк почему-то стреляет на такую огромную дистанцию, он вроде бы гораздо меньше должен попадать. Ну ладно, впрочем, не важно. Так, у противника всё равно всего лишь 2 Харвестера, перекрывать их очень даже легко, к счастью. Ну и разумеется, у них одна огромная база, которую будет довольно-таки тяжело штурмовать, поскольку есть много турелей, целая куча танков, и в целом, конечно, расчёт больше на то, что я опять-таки применил свою стандартную тактику высаживания MCV, и после этого буду штурмовать основными отрядами. 8 осадных танков и 6 ракетниц. Ну и 3 Сони Танка, естественно, здесь стоят, сдерживают противников сносях на прощащённом подходе, что, разумеется, очень удобно. Продолжаю посылать своих человечков с пистолетами, но, к сожалению, они нихрена не могут сделать, даже ни один ветряк ни разу не вынесли. Слишком быстро их выносят, к сожалению. Ну и спаунятся они быстро, так что всё равно держим врага в напряжении, если можно так выразиться. Итак, ну что у нас имеется? В целом, я придумал такую хитрую тактику. Я помню строение этой базы, и, скорее всего, где-то вот здесь вот находится строй двор, и ещё там вокруг него находятся 3 ветряка. Соответственно, если я пройду сейчас и 8 осадными танками, я заблокирую вот эти 4 турели, то мои ракетницы смогут спокойно пройти на север, где их уже никто не достанет оттуда, и с той стороны спокойно расстреляют строй двор, строй двор, ветряки и всё что угодно. Главное, разумеется, сначала зачистить местность от танчиков, послав сначала мой MCV. Ну, в общем, такая вот хитромудрая тактика. Глупая и бессмысленная, конечно. Но впрочем, ладно. Так, посмотрим. Надо, конечно, начать спаунить птичками, раз у меня столько денег появилось в свободных. И всё, начинаем. Так. Поближе подослать куда-нибудь. Или наоборот лучше, чтобы не успели снести, если что. У них, конечно, девиаторов всяких там нет, и в целом MCV довольно прочная машинка. Но всё-таки лучше не рисковать. У меня там, кажется, стал везопасить где-то 5 зданий, скорее всего. Я подсчитывал, по крайней мере. Поэтому я слишком много турелей, конечно, всё равно настроить не смогу. Так. Значит, строим одну тут. И одну тут. Дополнительно себе ещё один строй двор запихал сюда, чтобы побыстрее с этим процессом справиться. Потому что этой базе, понятное дело, придёт сейчас закономерный конец. Так. Ну, это и не главное. Так. Ну, всё. Считай, преимущество уже обеспечено. Так. Дело за малым, так сказать. Ну, в общем, к счастью, я так смотрю, эта тактика, по крайней мере, работает неплохо. Хотя, если придётся играть за другие дома, конечно, это будет всё не так хорошо. Например, тех же своих танков у нас уже не будет, которые так прекрасно перекрывают всех противников. С огромным удобством для меня. Так. Ну, впрочем, конечно, каркать не буду. Посмотрим, что там, как получится. Так. Всё, пачки птичек хватит, пожалуй, больше посылать не стоит. Так. Ну, пока что всё равно вижу смысл, только в первую очередь пытаться избавить местности от танчиков, которые... по которым понапихали уже огромной пачкой сюда. Что-то, боюсь, это будет более сложная задача, чем я думал. Ну, ладно. Если, например, сейчас пошлю осады танки, их, скорее всего, всё-таки посносит понемножку. А мне расковать, разумеется, не особо охота. Так. Денег хватит на всё. Про всё, конечно, благо, что мы их арвейстеры там вполне хорошо питаются, и никто их остановить не может, к счастью. Но, понятное дело, что это ещё не гарантия. Так. Да, вот и последнее здание. Я примерно так и подумал. Послали на меня буквально уже все свои силы. Тут ещё, правда, я не стал защищать всю базу, имеется в виду не защищать, а раскрывать её. Но, в целом, конечно, в этом особого смысла и не было. Так. Главное, что я помню приблизительно, где находится строй двора, а там уже всё остальное раскроется так или иначе со временем. Ну, всё, вроде как. Пять турелей должны пойти исправиться с этой толпой оборванцев, среди которых всего лишь одна пачка сардукаров, да и те, особенно, в общем-то, ничем не выделяются. Просто чуть более прочная пехота, но слабее, чем фримены, почему-то. Хотя, не знаю, галадранцы, живущие пустые на планете, против отожранных сардукаров, даже не знаю, как это может сравняться вообще в целом. Ну, ладно, впрочем. Сардукары здесь же это скорее просто как рядовая пехота у них. Вон перцев. Так. Так. Подвезти поближе, значит, эту упаковку и сразу же ракетницы. Главное, чтобы они сумели потом протиснуться после... После того, как все турели будут заблокированы. Так. Тактика, блин, ё-моё. Хотя фримены, в принципе, очень вовремя даже так подошли. Тоже немножко отвлекут, скорее всего. Так. Ой. Если есть возможность, почему бы не заблокировать им... Ой, не заблокировать. Почему не помешать им ломать мои строения? Так. Пока что все идет хорошо. Поскольку это последняя серия в компании от Raiders. Я, разумеется, не особо буду париться за счет того, сколько времени уйдет на прохождение. Так. Сколько там получится, так и будет. Другое дело, что у меня возникает законоверный вопрос. А есть ли смысл проходить остальные кампании, ввиду того, что там, в общем-то, тот же самый геймплей, просто с некоторыми отсутствующими или дополненными мобами. Ну, имеется в виду юнитами. И при этом зачастую даже карты повторяются, в том числе и вот эта карта тоже будет, как и у нее, один раз еще повторяться, только уже с двумя базами противников разными, а не одной общей имперской. Так. Так что это, конечно, тоже вопрос. Вот скажите, если вам не лень, есть ли смысл записывать основные и остальные кампании, или же я и так нормально вполне показал игру, и можно уже, в принципе, завязать с ней. Так. Ну-ка. Сейчас она сосредоточится, разумеется, на отправке наших товарищей точно в цель, чтобы ни один из них не промахнулся. Теперь быстро-быстро-быстро вправить турели наверх, пока противники все будут заблокированы. Тут, конечно, к сожалению, другие турели стоят, и все равно тут такая целая цепочка, скорее всего, так что я не смогу заблокировать все турели, к сожалению. Вот, опять-таки, не самое главное, в конце концов. Если удастся хотя бы добиться... Блин. Куда же ты пялишься? Если удастся хотя бы добиться уничтожения строя 2 раза, значит, уже миссия будет не зря. А там уж можно будет, если что, и докопить уже эту пачку копеек, чтобы уничтожить все остальное. Ну и, разумеется, производительность все равно хромает и раздражает немножко. Блин. Потому что кажется, что все слишком медленно, и ты не успеваешь. Хотя, вроде как, противники тоже не слишком торопятся. А, ну и, разумеется, наши гении пошли в обход хрен знает где, хрен знает куда. Ой, блин. Да, походу, операция как-то не очень удачно проходит, я бы сказал. Извиняюсь. Ладно, потерпим. Главное, чтобы никто из строя не выбился. Есть. Так, номер 2. Пока что неплохо так идем, в принципе. Я думаю, комментарии сейчас будут уже просто излишни, поэтому просто постараюсь сосредоточиться на самом, собственно, прохождении. Так. Ну-ка. Вот он, вот он наш драгоценный стройдворчик. Ну и все, теперь дело за малым, конечно. Разнести все к хренам здесь, чтобы они не успели отстроить свои турели назад. Да черт. Ну, разумеется, я, словопок, забыл посмотреть на это. За то, что эти сволчи стреляют не туда, куда надо. Ой-ой-ой. Ах, красота. Обожаю этот вид, когда целая куча баз противника сразу же разносится в клочья. Хорошим и точным собранным отрядом. Минус одно здание, минус второе здание. В третье кто-нибудь вообще стреляет или нет уже? Блин. Так. Ну, в принципе, можно сказать, что победа уже в знаме теперь. Операция практически уничалась успехом. Если бы еще только осталось составить все их здания, протухать до конца. Хотя, вроде да, все протухает успешно. Прекрасно. У них там еще где-то дворец стоит, который может пальнуть по нам ракетой, конечно. Но это не страшно. Благо, что до юнитов он не дотянется. И это главное. Так. Теперь уже просто хаос и разрушение сплошное. Во что попадем, то и снесем. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...